МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Межведомственные учения с участием военных и спецтехники. Казачество – это мужество, и самое главное, что это мне нравится. Открытый отборочный чемпионат в Казарлах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На планном совещании с руководителями подразделений вектор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». В работе 28 энергоблоков, в ремонте 8 энергоблоков. Суммарная мощность – 21 909 мегаватт. Суммарная выработка – 98 591,5 миллиона киловатт-часов. Что составляет 101,4%. О техническом состоянии Смоленская АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе блок номер 3, нагрузка 993 мегаватта. Блок номер 1 – текущий ремонт с ВРК. Ожидание окончания монтажа шестого дизеля в ячейке. Дизеля номер 3, блок номер 2 также находится в текущем ремонте с внутриреакторным контролем, работы в графике. Выработка электроэнергии «Смоленская АЭС» за 24 дня июня составила 921 миллион киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 8,2 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке «Смоленская АЭС» и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. С 18 по 20 июня на площадке «Смоленская АЭС» проходили масштабные межведомственные учения, в ходе которых были отработаны вопросы планирования совместных действий 11 ведомств и служб, обеспечения комплексной безопасности атомной станции и ликвидации последствий условной и чрезвычайной ситуации. В таком формате учения, можно сказать, проходят впервые и являются уникальными. Уникальность именно в том, что привлекается большой коллектив, большой объем сил и средств в разных организациях, это Министерство обороны, это МЧС, это ФСБ, это эксплуатирующая организация, непосредственно атомная станция, местные органы власти для того, чтобы создать оперативный штаб, создать оперативную группу, которая быстро, эффективно в аварийном центре, который представила атомная станция, решает все вопросы. По сценарию учений были отработаны действия при появлении возможных внешних угроз, которые могут, условно, повлиять на нормальную деятельность атомной станции и ликвидации условных последствий. Нужность и важность этого мероприятия, она определена нормами и правилами, которые существуют в Российской Федерации. Важность ее мы сегодня видели. Исполнение задач, которые стояли перед войсками, перед Смоленской атомной станцией, реализованы полностью, результат полуопротивления. Особенность прошедшего учения также и в том, что отрабатывался сразу весь комплекс вопросов обеспечения безопасности, включая противовоздушную оборону, противодействие беспилотным летательным аппаратам, антитеррористические действия и вопросы взаимодействия разных ведомств, служб и организаций. Учения трудные, но свои цели не достигли. Самое главное в межведомственном взаимоотношении, что в конце учений сложилось ясное понимание в распределении ответственности и в распределении задач, которые выполняются. Учения показали, что способны различные ведомства выполнять задачи. В межведомственном учении были задействованы новейшая техника, которая может сделать невидимым даже такой крупный объект, как атомная станция, в видимом диапазоне инфракрасном. Машины радиационной, химической и биологической разведки, которые способны выявлять обстановку в сложных условиях. Новый комплекс для дезактивации техники, который есть на вооружении всех бригад, в том числе и той, в зоне ответственности которой находится Смоленская АЭС. Всего в учении приняли участие более 600 военнослужащих и гражданского персонала, более 200 единиц военной и специальной техники. Рубка шашкой по меткам, рубка мишени на стойке на весу, рубка лозы под шапкой. Этих видов спорта нет в олимпийской программе, зато их знают и уже успели полюбить в нашем городе. Открытый отборочный чемпионат Казарла собрал 23 июня юниоров и взрослых спортсменов из шести областей России. Состязания в древнейшем казачьем боевом искусстве проходили при поддержке Смоленской АЭС, Атомтранса и администрации Десногорска. Я хочу вам пожелать крепости духа, удачи, благополучия и пусть победит сильнейший. Казачество всегда было носителем самых лучших наших традиций, в том числе и воинских. Программа чемпионата включала несколько дисциплин. Казаки преодолевали на время пешую дистанцию и при этом рубили лозу – подвесной канат по меткам, пластиковые бутылки с водой. Соревновались в парах, рубили лозу по меткам, мишени на стойках, в движении, в статике, в пространстве. Зрители, затаив дыхание, следили за каждым движением и радовались результативным секущим ударом. И особенно, когда казаку удавалось срубить бутылку под самый корешок. Или войночная конусообразная шапка, надетая на лозу, после удара провисала на оставшейся части стебля. Не отставали от взрослых и юниоры. Ловко поражали мишени направо и налево. Я занимаюсь казачеством уже два года, и мне это очень нравится. Я участвовал в Десногорске пару раз, где выиграл первое место. Первое место выиграл, когда я обыграл 30 взрослых. Мне дали шашку, и я с этой шашкой срубил лозу на весу по меткам. И обошел? 32-3 раза мне ставили ее. Казачество – это мужество, и самое главное, что это мне нравится. И мне очень нравится история казачества. Наконец-таки в этом году, в сентябре, мы запустим свой казачий класс, куда выстроилась достаточно большая очередь. Ну, это будет интересно. То есть там программа обширная, и дети будут иметь право выбирать то направление, которое им интересно. История казачества – это связано с историей России напрямую, как и прошлого. Казаки – это защитники православия во все времена были. И я считаю, что это должно жить и развиваться не только на уровне нашего города, но и в целом региона и всей страны. Борьба была столь упорной и бескомпромиссной, что пришлось назначить дополнительные раунды для выявления победителей и призеров. Среди них работник Смоленской АЭС Владимир Басалаев, который будет защищать честь смоленского казачества на чемпионате ЦФО по рубке шашкой Казарла. Уважаемые Десногорцы, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе. 28 июня в 17 часов на территории Атомпарка в 1-м микрорайоне пройдет праздничная программа «Я молодой», посвященная Дню Молодежи. Приглашаем всех желающих. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok